Бореев Калимулат Игержанович родился 28 апреля 1952 года в поселке Кикино-Пензенской области. С юных лет Бореев много времени проводил с уличной шпаной, которая постепенно становилась настоящей бандой, промышлявшая кражами и участвовавшая в разборках. В 1982 году Бореев был задержан правоохранительными органами за грабежи и разбой, за что был отправлен в колонию на долгие 12 лет. До этой судимости Бореев серьезно не относился к ворам в законе и не понимал, почему многие арестанты стремятся стать одними из них. Но несмотря на это, с первых дней в тюрьме он вел себя спокойно и уверенно общался с блатными. Проведя длительное время за решеткой, у Бореева начало складываться иное представление о ворах в законе. Он в них видел интеллигентных, опытных и авторитетных людей, благодаря которым жизнь на зоне не превращается в хаос и зэки не творят беспредел. К тому же он глубоко проникся самой идеей воровского мира. Бореев вышел на свободу в 1993 году. Имея большие амбиции и стремление стать вором в законе, он организовал собственную преступную группировку, которая одна из первых в Пензе занималась рэкетом. Часть нажитого направлялась в воровской общак. Помимо этого Бореев лично стал доставлять провиант и вещи первой необходимости для арестантов в местные тюрьмы. Столь активное участие в воровской жизни позволило Борееву в июне 1998 года стать коронованным законником. С этого момента он и получил свое прозвище дядя Коля. Его так прозвали, поскольку на тот момент ему уже было 46 лет, возраст весьма приличный для нового члена воровской семьи. С момента, как дядя Коля стал вором в законе, он приобрел не только авторитет, но и прибавил себе врагов в лице пензенских лидеров преступных группировок. Если раньше они не воспринимали всерьез Бореева, то теперь они видели в нем явную угрозу. Естественно, разразилась криминальная война, в которой на Бореева не раз совершали покушение. В июле 1999 года из автомата был расстрелян дом вора в законе. В апреле 2000 года был подорван автомобиль, где находился Бореев и его водитель. Но из этой ситуации дядя Коля выходил сухим из воды. Однако это были не последние покушения, 27 июня 2003 года он получил огнестрельное ранение, на этот раз дядю Колю везение покинуло.